Приветствую Вас, Елена. Давайте разберем Ваш вопрос. Но основное противоречие, которое, как мне кажется, есть в вашем сообщении, это то, что с одной стороны Вы хотите, чтобы Ваша мама жила в полной жизни, с другой стороны Вы говорите о том, что не готовы к этому. С другой стороны Вы говорите, что Ваш отец обидел, а маму, с другой стороны Вы, судя по всему, не до конца принимаете их развод. Я думаю, что вот эти противоречия, как минимум, заслуживают того, чтобы с ними разобраться. Дальше уже будет более видно, более очевидно, более понятно, в какую сторону Вам двигаться. На мой взгляд, Вы слишком сильно привязаны к своей маме и ее состояние, ее самочувствие, ее поведение, ее настроение зависит, влияет, не зависит, а влияет на Вашу. И мне кажется, что именно это мотивирует Вас на то, чтобы защищать маму, как-то ограничить ее от невзгод и прочее прочее. Вот. Понимаете, какая история. Поэтому тут очень важно разобраться именно с тем, как Вы со своей мамой связаны. Так же, очень важно понимать, что сейчас Вас копится, тестуется и укрепляется обида на мужчин, который вытекает из обид на отца уже теперь. Понимаете, в чем проблема. И необходимо, чтобы Вы обиды к отцу проработали, необходимо, чтобы Вы обиды к отцу выплеснули и не копили бы их, как Вы это делаете. Ну, как Вы это делаете сейчас. Вот. Я могу надеяться только на то, что Вы к этому прислушивались. Следующее. Мне думается, что Вы сами, к моему большому сожалению, не до конца подрослели. То есть, мне кажется, что Вы, вот, не до конца взрослые, потому что маму Вы воспринимаете свою как ребенок. То есть, вот, ну, именно, что, именно как ребенок Вы воспринимаете свою маму, вот, в том смысле, что не можете воспринимать ее, получается, как женщину. Но, у Вас это сделать не получается. Вот. Я не говорю о том, что Вы, эээ, ну, я не говорю о том, что Вы не пытаетесь, да, Вы пытаетесь это сделать, эээ, честно, пытаетесь это сделать. Но, на мой взгляд, у Вас это не получается. На мой взгляд, у Вас это не получается, к сожалению. Вот, я бы не сказал, что это прям такое вот, знаете, что-то аномальное, да, я бы сказал, что это вполне, ну, что в этом есть определенная закономерность, вот, но это нужно корректировать. Если это не корректироваться, то, ну, будут проблемы у вас в дальнейшем, причем проблемы могут быть, в принципе, с мамой, вот, к сожалению, потому что мама будет чувствовать вину, да, и будет как-то, ну, агрессировать. Вот, я думаю, что вряд ли вы этого хотите, вряд ли, я думаю, вы этого хотите, вот, поэтому нужно стараться решить свою внутреннюю тревожность, да, свои внутренние, внутренние страхи, которые вы чувствуете, да, ну, как бы, своими, своими собственными силами, да, своими собственными ресурсами, вот, не привлекая, может быть, к этому, к этому маму, вот. А дальше, если, может быть, вам это достаточно тяжело сделать, я думаю, что вам это, ну, действительно, может быть, тяжело, но это нормально, и то, что вам тяжело, это, вот. То есть, к сожалению, никто, как бы, не говорил, да, что будет легко, вот, то есть, как бы, это неприятно, безусловно, это неприятно, вне всякого сомнения, это неприятно, но, поделать с этим, я боюсь, именно ничего нельзя. Вот, ну, я повторюсь, а, здесь сложность в том, что вы привязаны к своей маме, вот, и, возможно, чувствуете, что вас объединяет, вот, какое-то отношение к отцу, вот. Хотя, а, может быть, это и правильно, то есть, может быть, это и верно, что вас объединяет отношение к отцу, но, я не думаю, что, а, имеет смысл это, а, а, тестовать, вот. А, вы, к моему большому сожалению, это, именно, что, по сути, ну, то есть, а, то есть, лелеете, то есть, а, мне позволяет этому, а, себя отпустить, вот. В чем, как бы, проблема, проблема, вот, как-то, как-то, как-то так, примерно, я бы ответил. А, вам, на, вопрос, который вы задаете. Дальше. Так, я еще не готова, к чему именно, я не готова. Я боюсь, что человек, может, и, 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 может, сделать больно. По какой причине вы запрещаете своей маме получить тот опыт, который она, ну, хочет получить, тот опыт, который, ну, и нужно получить. Вот. Почему вы запрещаете ей этот опыт? Вот. С чем связано вот то, что вы запрещаете ей этот опыт получить? Вот. Вы же, вы же, совершенно очевидно, что запрещаете ей. У этого запрета есть, а, причина есть, а, есть осознавание, у этого запрета есть, есть свои нюансы. И мне кажется, что с этим нужно забраться, забраться как можно лучше. Вот. Потому что это может влиять на наше взаимодействие с мамой. Но я не думаю, что это то, чего вы хотите. Вот. Дальше. Так. Или чем запомнить пустоту, а, нехватка внимания, о которой должен будет влить папа. Может быть, что вашей маме в любом случае надо бы обратиться за помощью психологу, чтобы исключить какие-то такие вот накладочки, которые могут быть, ну, в результате, вот, маминого поведения, да? Такого. Вот. Поэтому. И, не знаю, вам нужно решать свои проблемы, а вам, вам нужно свои проблемы решать. И, да, они могут, то есть, ваши проблемы и проблемы ваши, мамы могут перекликаться, конечно же, но все-таки это несколько разные истории. И, на мой взгляд, мешать все вот как-то в одну кучу не стоит. Ну, ну, это мое мнение, да? Вот. Вот. Дальше. Дальше. А, не принесет ли ты моей маме. А почему он не должен принести вашей маме боль и разочарование? Там утра, так, если ты по факту, так. Посмотрите, вот вы говорите, я напрягаюсь. Ну, а не может ли быть такого, что угроза мужчина вам не маме, а вашей? А, вам. А, и что угроза это именно вам, а не мам, она здесь вот ни при чем. Просто хотел бы как-то вот, может быть, определить этот момент. То есть, вот просто хотел бы уточнить, нет ли такого, что вы чувствуете угрозу, что это вот именно вам угроза, понимаете? То есть, очень важно, чтобы вот это не замалчивалось. Очень важно, чтобы вы не пытались избежать своей собственной ответственности за то, что происходит. Вот. Вот так. Это очень важно, гораздо более важно, чем то, о чем вы говорите. Я думаю, что ваша мама вполне может справиться с той угрозой, которой у нее может быть. Вообще любые отношения без риска невозможно. Я думаю, что вы просто нуждаетесь с нами и отсюда вот подумайте, подумайте. Так что с этой стревозностью вам нужно работать. Вот. Ну, на мой взгляд, конечно же. Вот так, на этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго, удачи. Я надеюсь, что ситуация будет разрешена для вас самым лучшим образом. Доброще. Один. Да. Толгий. Миний. Умница видел.